Приветствую вас, и первое, что мне хотелось бы сказать, это то, что вы написали о попытках сохранить семью. Если и можно, то вы могли бы дать пояснение тому, как вы пытаетесь сохранить семью, если мышина, не скрывая того факта, что он любит другую женщину, то есть как, вы пытаетесь мышине как-то заместить его настоящую возлюбленную, вы пытаетесь ее как-то очернить в его глазах, вы стараетесь сделать так, быть похожей на нее, как вы пытаетесь сохранить семью. Что вы вкладываете в это понятие на данный момент? Что очень важно, потому что если вы сами убеждены в том, что вы пытаетесь сохранить семью, и при этом пишите, что у вас не получается этого сделать, то вы явно делаете что-то не так. И вот то, что вы делаете, ведь вы на это тратите свои силы, свою энергию, да? Время, эмоции, и вы естественно устаете. Вы хотели бы получать какую-то отдачу, наверное, от своих усилий, но вы ее не получаете, и вы не получите, пока не поймете, что ли вы, собственно говоря, неправильно делаете. То есть, вот этот момент, его надо бы раскрыть поподробнее, причем желательно как можно более подробнее. Дальше. Дальше. Дальше у нас идет, собственно, сама ситуация, и что мне в этой ситуации можно сделать. Ну, вообще-то говоря, вообще-то говоря, здесь самое главное не паниковать, не впадать в истерику, а, в общем-то, посмотреть на ситуацию так, как она выглядит. То есть, понятно, что вы сейчас думаете о том, что вот мужчина влюбился в другую женщину, он от меня, скорее всего, уйдет, а я беременна, он от меня под одну и прочее. А в действительности, если бы мужчина хотел уйти, то он бы уже от вас, скорее всего, ушел. Потому что против воли вам его не удержать. И если он с вами, значит, что-то его с вами удерживает. И вот это что-то желательно бы понять и выявить. То есть, вопрос, который вам нужно ему задать, можно сформулировать так. Я знаю, что ты, допустим, думаешь о другой женщине сейчас. Я хочу знать, почему ты со мной и что тебя делает. И вот послушайте, что он вам скажет. И на основании этого уже можно будет делать вывод. Если ребенок, если он скажет, что из-за ребенка он с вами, то мужчина, как минимум, ответствует. То есть, он осознает, что вам с одной будет тяжело. И он хочет помочь вам, собственно, родить. И, возможно, будет поддерживать вас какое-то время после родения ребенка. Потому что ребенок все-таки его. Мужчина, как минимум, человек соответствует в этом случае. И, соответственно, тогда вы понимаете, что, ну, ведь сердце не прекращает на самом деле. Ну, влюбился он. Да, влюбился. Он сам ничего с этим поделать не может, не может. Значит, и противиться этому также бесполезно. При наличии ответственности, это плюс, есть минус, минус. Любовь другой. И вам здесь нужно смотреть уже не на то, чтобы сохранить семью, а на то, чтобы вам было как можно легче пройти период беременности, значит, и родов, и, собственно, первое время после родов. То есть, тут уже не до того, чтобы чувствовать, собственно, говоря, возражать. Да, в основном, наверное, мужчина сохранить рядом с вами, чтобы поддержка была. Соответственно, в этом случае стараемся поддерживать отношения друческие. То есть, максимально положительные, максимально доверительные, откровенные. Вы знаете, как обстоят дела с всего страны. Ему было бы хорошо знать, как обстоят дела с вашей страны, чтобы все было понравилось на поверхности. Так у вас не будет конфликтов, не будет ссор, и, соответственно, ваш ребенок вырастет, точнее, сформируется и будет готов родиться, будучи здоровым, а не измотанный вашими нервными перечиваниями. Собственно говоря, после того, как ребенок родится, ну, если мужчина в это время будет с вами, а если он ответственный, что он будет с вами, то, что-то может вполне себе и поменяться. То есть, мужчина увидит ребенка, он не понимает, что он не хочет без него быть, и, по-моему, что от мамы, то есть, от вас, от вас его нельзя. И, в общем, вот эта вот элитрическая, эта страсть к другой, она сама с собой уйдет. А если нет, ну, что ж, опять-таки, надо чувствовать у него сильное к ней, и сердце не прикажет, сделать ничего не может. Можно лишь максимально обеспечить в себе поддержку и ребенку, чтобы можно было существовать. В данном случае, это единственное, что вы можете сделать. Вот если мужчина безответственный, то есть, если он расскажет, что, ну, там, например, сами его держит комфорт, какой-нибудь привычка, может быть, стабильность, что-нибудь, все вот в этом роде, то тогда нужно понимать, что мужчина ориентирован на свои интересы. есть, то есть, вот у него есть свои какие-то потребности, которые он реализует. И с этого можно исходить, в том плане, что, понимаешь, что, ага, мужчина руководствуется своими желаниями. Хорошо. Если мужчина руководствуется своими желаниями, и при этом он обратил внимание на другую женщину, значит, она, скорее всего, дала ему что-то такое, чего я ему дать не могла, или давала, но не в полной мере. Соответственно, здесь нужно подумать, что же это, собственно говоря, дабы постараться, ага, вот, восполнить интересы мужчины, и тогда, если мужчина действительно заинтересован только в себе, у него не будет необходимости стремиться к другой женщине, просто потому, что в себе потребности вы удовлетворите сами его. Тут банальный расчет, банальный рациональный. По-другому, наверное, в данной ситуации вступить не получится. И, наконец, последнее, третье, что мне хотелось бы сказать, это на личных конфликтах, то есть его влечение, скажем так, к другой женщине, как последствия конфликта между вами. В таком случае нужно проанализировать вашу собственную жизнь, понять, что, собственно говоря, в ней происходило, какие моменты могли оттолкнуть вас от мужчины, какие моменты могли мужчину от вас оттолкнуть, и в результате этого уже понять, что же, собственно, мужчина беспокоит, что волнует, и постараться проблем между вами решить. Тем самым, устранив блок, устранив препятствия для вашего сближения и комфортного взаимодействия. Если не получится, то вы имеете все шансы для того, чтобы мышинку, как бы, ну, чтобы сохранить брак, сохранить семью. то самое, что вы хотите сделать. Вот, примерно так вам можно поступать. Если помог, надеюсь, вы сделаете мой ответ лучшим. Буду вам за это благодарен. Если вам захочется поговорить и спросить, пишите в личку, помогу. Используется так, что всеnia вам приехать за приумzas amount, скажите. Imaskari,ish véiezый твой поведение в слабстве.